Всем привет, друзья! Все, ну или почти все, можно подделать. Письма Шекспира и картины Ван Гога, южноафриканские алмазы и швейцарские часы, английские фунты и китайские юани. Чаще всего подделывают алкоголь, парфюмерию и косметику. Отдельная история – продукция известных брендов, которую бессовестно копируют во всем мире. Звучит пугающе, однако на свете существуют вещи, подделать которые почти невозможно, и именно о них сегодня пойдет речь. Готовы? Тогда поехали! Одна из самых сложных для подделки вещей – это денежная купюра. Даже несмотря на то, что ежегодно преступники выпускают множество фальшивых денег, все государства мира придумывают новые способы, чтобы обезопасить людей от подделок. Самый распространенный метод защиты купюр – это, конечно, водяной знак. Например, доллар в качестве такого знака имеет портрет президента, а евро – номинал банкноты. Самые простые водяные знаки легко распознаются невооруженным глазом и служат защитой от использования фальшивых банкнот. Для обнаружения более сложных знаков применяются специальные жидкости, и этот способ явно не для простых людей. Им пользуются в банках. Чтобы скопировать водяной знак, нужно по-настоящему постараться, потому что их создают еще на этапе производства бумаги. Рисунок получается за счет изменения толщины слоя волокна по плоскости купюры. Красивый четкий водяной знак создать непросто. Для этого нужно точное современное оборудование. Такие денежные аппараты практически невозможно достать. Но если все-таки удастся, то вы, скорее всего, просто не сможете их никуда увезти, потому что они тяжеленные, черт возьми. Бумага для производства денег тоже имеет свои особенности. Ее изготавливают исключительно для печати банкнот. Бумажные деньги, которые мы привыкли каждый день держать в руках, состоят из целлюлозы только на 95%. А остальные 5 – это хлопок и лен, которые придают купюрам упругость. Именно поэтому банкноты, особенно доллары, издают такое приятное похрустывание. Также на бумаге можно заметить вживленные разноцветные волокна. Они могут быть на поверхности или же находиться внутри, но отковырять их нельзя никаким способом. Даже если вы будете очень сильно стараться. Во-первых, это просто приведет к разрыву купюры, а во-вторых, зачем? Нет, серьезно, зачем? Кроме бумаги для производства денег нужны еще и специальные красители. Краски, которые используются для нанесения изображения на деньги, отличаются от обычных полиграфических. Они более стойкие к действиям различных химических веществ и солнечного света, а иногда в них вводится феромагнитный пигмент и различные другие примеси, которые проявляют себя определенным образом при тестировании. Например, магнитной краской часто печатают серийные номера. На банкнотах крупных номиналов используются красители, которые имеют металлический блеск, а их цвет может меняться при изменении угла зрения. Производство таких красок осуществляет только швейцарская фирма SIGPA. Технология их изготовления настолько сложная и дорогая, что точно не по карману мошенникам. Уникальными идентификаторами купюры также являются ее номер и серия. Серийные номера выпущенных денег состоят на учете в государственном реестре, и чтобы проверить, не фальшивая ли у вас на руках банкнота, достаточно просто вбить ее номер со всеми буквами и цифрами в специальную поисковую программу. Кстати, существует мнение, что банкноты евро снабжены еще и электронными чипами. Вроде как проводились эксперименты, когда купюру подогревали в микроволновке, и чипы в ней выгорали на определенном месте. Честно сказать, мы не проверяли эту теорию, но сама идея запихивать купюры в микроволновку кажется немного странной. Лучше не делайте так. Впрочем, и без секретных чипов купюры достаточно хорошо защищены. Так что поставить дома принтер и печатать деньги не получится, как бы сильно не хотелось. К тому же это строго преследуется законом, и все виновные рано или поздно будут наказаны. Но не только денежные купюры бывает сложно подделать. Картины. Картины известных художников прошлых веков. Настоящее сокровище для талантливых репродукторов. Ведь такие полотна можно скопировать и продать на аукционе за миллионы долларов. Заманчиво, правда? Однако в наше время мошенникам нужно обмануть не только опытных искусствоведов, но и приборы, которые могут видеть картину насквозь. Специальные устройства просвечивают полотно при помощи рентгена, а также в инфракрасном и ультрафиолетовом свете. Это позволяет выявить подготовленный рисунок или следы реставрации. И тогда становится понятно, что рисовал картинку уж точно не великий Леонардо да Винчи, а какой-нибудь Джон с соседней улицы. Кроме того, подделку можно определить по составу красок. Существуют даже справочники, в которых указано, когда какую краску выпускали. А выяснить состав краски на внезапно обнаруженном полотне великого мастера можно с помощью спектроскопии на специальном приборе. Анализ покажет перечень всех химических элементов, из которых состоит краситель. К примеру, до 1921 года выпускали краску под названием индийское желтое. Изготавливали ее из мочи коров, которые питались манговыми листьями. Да, вот такой интересный способ. Потом, правда, за бедных животных вступили зоозащитники, и производство индийской желтой быстренько свернули. Но согласитесь, по составу такую краску сложновато спутать с любой другой. И не забывайте о том, что практически все ценные полотна зарегистрированы и хранятся в музеях. Поэтому продать копию великого шедевра практически невозможно. Не так давно жители штата Массачусетс обвинили в мошенничестве и краже двух полотен Энди Уорхола у бывшего однокурсника. Несостоявшийся художник с помощью настоящих украденных картин создавал подделки, которые продавал через интернет-аукцион eBay. Потенциальным покупателям он заявлял, что купил картины в 2007-м за 240 тысяч долларов, а теперь просто распродает их. Легенда, конечно, так себе, но ему все же удалось продать две копии по 80 тысяч долларов. А помните фильмы, в которых герои пытаются украсть ювелирное украшение стоимостью в миллионы? Они изготавливают похожую подделку и меняют местами копию с оригиналом, естественно, преодолев кучу препятствий. И на следующий день обладатели дорогого украшения обнаруживают, что их обокрали. Но как они так быстро определяют, что перед ними фальшивый камень? Все дело в том, что подделать ювелирное украшение не так просто, как кажется на первый взгляд. Проставленные пробой клеймо — главные отличительные знаки драгоценных металлов. А вот с драгоценными камнями все немного сложнее. Но эксперты при помощи специального оборудования все-таки могут определить подлинность камня. Разумеется, не каждый человек может похвастать способностью отличать искусственный камень от настоящего, а какой-нибудь сплав от чистого золота. Но на самом деле это и не нужно, ведь давно уже придуманы специальные детекторы для драгоценных металлов. И все же рынок подделок с каждым годом только разрастается. Ведь покупать одежду и обувь известных брендов вдвое, а то и втрое дешевле, как-то приятнее. Неудивительно, что фейки предметов роскоши — это самый продаваемый товар. Все хотят себе крутые найки, сумку от Луи Виттон или духи от Шанель. А там, где спрос, там и предложение. И рынок с радостью предлагает все это потребителю. Конечно, не в брендовом бутике, но какая разница, где ты купил свои джинсы, если они от Гуччи? Вы же все знаете, что славу Швейцарии принесли банки, часы и сыр. И если первые подделывать как-то странно, то в остальном мошенники совершенно не стесняются. Каждый год на подбольных заводах в Юго-Восточной Азии производится более 40 миллионов часов фальшивок. А это, между прочим, приносит огромные убытки бренду. А тот самый нежнейший швейцарский сыр почему-то не восхищает тех, кто пробует его впервые. Бессмысленная трата швейцарского сыра! Нет, не потому, что люди ничего не понимают в сыре. Просто это подделка. И нет в нем молока тех самых знаменитых альпийских коров, собранного исключительно весной или летом в горах Швейцарии. Электроника, бытовая техника и телефоны также не всегда выпускаются от завода-производителя. Но здесь все-таки немного проще отличить фальшивку, например, по серийному номеру или по имя-ай-коду. Стоит отметить, что техника проверенных марок будет служить вам долго, в отличие от подделки, хоть и стоит дороже. Поэтому лучше не тратить деньги на покупку постоянно ломающихся гаджетов, если вы, конечно, не любите кидать их в стену или что-нибудь в этом роде. Однако настоящий лидер среди товаров, которые чаще всего подделывают – это фармацевтическая продукция. Лекарства копируют намного чаще, чем одежду и всякие смартфоны. Просто… просто осознайте это. Основная причина, конечно же, в деньгах. Вам, может быть, не нужен новый айфон или брендовые кроссовки, а вот без таблеток при болезни точно не обойтись. И мошенники этим с удовольствием пользуются. Сложность состоит в том, что определить фальшивость таблеток можно только в лабораторных условиях с помощью специальных анализов, которые стоят недежво. К тому же, не всегда проводятся по запросу обычных людей. Поэтому многие товары в аптеках, к сожалению, оказываются подделками. Но справедливости ради скажем, что подделывают в основном дорогие препараты. Заморачиваться над обычным аспирином все-таки невыгодно. Ну и пара слов о самых современных технологиях. Наверное, одной из самых совершенных разработок последних лет является охранная система, которая использует биометрические данные человека. Скан сетчатки глаза, отпечатки пальцев, ну вы поняли, те уникальные вещи, которые уж точно нельзя подделать. Но опять же вспомните фильмы. Чтобы проникнуть на какую-нибудь секретную базу, героям фильмов приходилось совершать какие-то жутковатые вещи. Например, заимствовать у человека глазное яблоко или руку. Но оказывается, что доступ в закрытые помещения сейчас можно получить и без лишней жестокости. Более того, иногда может быть достаточно всего лишь фотографий. Сегодня существуют камеры, которые снимают в настолько хорошем разрешении, что запросто могут скопировать даже рисунок радужки глаза. Правда, потом эту радужку нужно будет напечатать на линзе, линзу надеть, и только тогда преступники смогут обмануть охранную систему и выдать себя за человека с доступом. Согласны, звучит очень сложно, но не невозможно. То же самое касается отпечатков пальцев. Уникальный рисунок вполне реально перенести на какие-нибудь ультратонкие перчатки и надеть их в нужный момент. Готовы, вы восхитительны и попали на секретную базу. Но если все эти способы кажутся вам слишком мудреными, то вот еще новость. В последнее время все чаще ходят разговоры о сканере, который может обманывать замки без всяких линз и медицинских перчаток. Однако правда ли это? Узнаем только через пару-тройку лет. Друзья, пора заряжать свои мозги на полную. Заходите на канал BrainTime. Там вы найдете кучу интересных и полезных фактов, а также море позитива и тонны полезной информации. Подписывайтесь, и мы обещаем, будет очень интересно. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.